расскажите про случай когда на ваших глазах кто-то терял здравый рассудок я работала в учреждении по уходу за людьми страдающими слабоумием мне нравилась эта работа я чувствовала что приношу пользу но иногда как и следовало ожидать у меня были трудности и моменты грусти один из случаев который навсегда останется со мной та женщина которая делала записи в своем дневнике и всегда оставляла его открытым она не пыталась его спрятать и держать свои мысли в тайне но я подумала что ее переживание должна остаться при ней тогда во время уборки комнаты я закрыл ее дневник и убрала в стол стоявший у ее кровати я поступила в соответствии со своим мировоззрением у меня тоже есть свои маленькие записные книжки в которых мне нравится делать заметки и я ценю когда люди уважают мое личное пространство я не читала что было написано в ее дневнике увидела лишь то что предложение сменяются фразами после которых идут слова а затем и вовсе каракули в конце концов у нее перестала получаться прикладывать ручку бумаги она просто открывала и закрывала дневник осторожно прикасаясь к бумаге но не могла понять что делать дальше в итоге она вовсе прекратила брать его в руки меня это очень сильно расстроило ведь я знала каким хорошим терапевтическим эффектом могут обладать записи в дневник я всегда пишу когда мне грустно или я перенапряжена мысль о том что она больше была не в состоянии выплеснуть свои переживания на бумагу когда я нужна одушина все еще не дает мне покоя в начале этого года после продолжительной болезни у меня умерла сестра в течение последних нескольких месяцев было видно что ей становится все труднее думать и реагировать на окружение парадоксально но на самом деле от этого она стала гораздо лучше относиться ко мне у нас никогда не было хороших отношений и я всегда была уверена что она ненавидит меня но в течение последних нескольких месяцев она мало чего плохого говорила в мою сторону трудно было осознать что единственный период жизни когда мы по-настоящему ладили друг с другом был как раз перед тем как она умерла в прошлом месяце умер мой младший брат схватил передоз он впервые употребил эту дрянь в марте за 7 месяцев я видел как мой лучший друг превращается в человека которого я даже не знал с кем я даже не мог больше поговорить это было немедленное ухудшение состояния а стремительное падение в наркоту сопровождающиеся безумием он лгал буквально обо всем даже о вещах о которых не было смысла лгать он использовал прозвище из детства которые мы не использовали годами посреди разговора забывал о том о чем мы говорили его как будто заменили на почти идентичную но не привлекательную версию моего брата меня это очень сильно ранило да и сейчас я все никак не могу оправиться я скорблю по нему но стоит признать что в какой-то момент он стал тем человеком которого я больше не знал ебучат это очень больно читать у меня два младших брата я чувствую себя психически больным наркозависимым человеком я недостаточно хорош чтобы быть для них старшим братом ведь я крайне нестабилен хоть к счастью я и завязал с наркотой но я все еще не восстановился психически мне очень жаль что тебе пришлось пройти через все это со слезами на глазах обнимаю тебя друг фокусируйся на прогрессе а не на достижении совершенства и день за днем так ночь пройдет случится то что важно и без сомнения ищущий найдет пройдя свой путь отважно один лишь шаг но каждый день пусть маленький но ценный один лишь шаг одна ступень и ты добьешься цели непременно в то время я жил в другом месте но слышал о том что произошло с моим корешем он всегда был вполне адекватным но в какой-то момент начал вести себя очень странно бывало он приоткрывал дверь видя как люди проходят мимо его дома смеясь и обсуждая что-то он думал что смеются над ним будучи в гостях он внезапно начинал бросать стулья и творить разную херню он врал о каких-то слишком очевидных вещах от чего его ложь выглядела крайне глупо он громко читал библию стоя голый на улице посреди зимы оказалось что у него шиза последний раз я видел его когда переехал обратно и жил в неблагоприятном районе чел стал бездомным как и его отец они ходили вместе он даже не узнал меня лишь испугался когда попытался с ним поговорить с тех пор никто его не видел и не слышал о нем с того момента как я последний раз его видел прошло 10 лет как-то раз мой кореш начал базарить со мной о разных метафизических теориях которые он придумал по молодости мы долбили траву и философствовали так что для меня его вбросы не стали каким-то шоком затем он написал статью на пару десятков страниц о его новой теории реальности он прислал ее мне и когда я сказал что у меня башню рвет от нее он расценил это как комплимент каждый раз когда я встречался с ним после этого он вел себя все более маниакально я не знаю у вас же бывает ощущение когда говоришь каким-то челом и понимаешь что он чутка не в себе как бы то ни было он начал издеваться над своей подругой и в целом начал вести себя настолько странно что его семья отвезла его в больничку там его оставили на ночь а на утро отпустили потому что он не представлял угрозы через пару дней он начал буянить в доме своей матери и разбил там окно она вызвала полицию идти арестовали его окно стоило достаточно чтобы расценить это как преступление и его упекли в тюрячку на полгода посидев тюрьме два дня он вернулся в нормальное состояние почему так ну у него было дегенеративное заболевание которое вызывало у него постоянную боль он не мог позволить себе купить и безболивающий а когда его доставили в больницу ему отказали в препаратах потому что считали его наркоманом у него действительно в прошлом были проблемы с наркотиками он потерял работу жил в холодной промозглой квартире без электричества и не мог достать нужные ему лекарства таким образом в течение месяца он дошел до такого психического состояния что по его мнению нил деграсс тайсон лично разговаривал с ним через интернет как только он снова принял лекарства опять же обезболивающие они анти психотические он вернулся в нормальное состояние и потратил 6 месяцев тюрячки пытаясь понять что блять с ним произошло очень крутой чел уже пару лет как с ним все нормально моя бабушка была гениальным человеком она посвятила себя образованию у нее была библиотека наверное из тысячи книг но она регулярно обновлялась она все время покупала новые книги и продавала те которые ей больше были не нужны она каждый день читала газеты и когда ее интересовала какая-то тема то она вырезала статью и выделяла важные для нее моменты затем она клала ее в один из своих огромных картотечных шкафов с другими статьями посвященными той же теме и делала заметки о том как эта статья связана с теми что уже были у нее она несколько десятилетий жила в университетском городке и дружила со многими профессорами включая профессоров музыки искусства и истории они часто приходили к ней чтобы обсудить интересующие вещи каждый месяц она организовывала мини музейную выставку у себя на столе вырезанные фигурки из дерева со всего света или разные предметы из свинца она сопровождала каждый предмет маленькой карточкой с описанием первый раз когда я заметила что что-то не так когда мы смотрели документальный фильм об аполлоне 13 бабушка не помнила это событие она вообще не понимала о чем идет речь не было ни малейшей вероятности что она не следила за тем космическим событием она не только хорошо все знала но у нее также была коллекция журналов life о космической программе не было ни единого шанса что она вообще не слышала об этом она просто не помнила и все чуть позже она пыталась играть с кубиками лего дупла с моей дочерью и не могла понять как они работают она пыталась раскладывать их по цветам по размеру представляла один к другому и ставила их колышками друг на друга она просто не могла понять принципа в последующие годы она просто сидела в постели измеряя руками простынь пытаясь понять достаточно ли ткани чтобы сделать из нее платье или фартук в конце концов она вспомнила что чтение это хорошее занятие однако сама читать она не могла а чтобы слушать ей не хватало внимания кстати она очень не любила моего отца своего зятя при этом она не забыла свои чувства к нему забыла маму но не то как сильно она ненавидела моего отца это произошло со мной несколько лет назад я начал вести себя странно бросил свою хорошую работу просто так начал постоянно бухать терять сознание и делать странную и опасную херню причина была в том что я начал слышать и видеть вещи которых не было в реальности сначала мне казалось что в другой комнате кто-то стучит а бывало я слышал что собеседник сказал что-то чего не говорил иногда казалось что кто-то звонит в дверь потом я вообще стал постоянно слышать звуки похожие на радио звучащие прямо в моей голове я слышал как переключались станции белый шум ток-шоу музыка странная болтовня на иностранном языке реклама звуковые эффекты которые звучали громче чем другие и пугали меня до усрачки звуки были настолько громкими что казалось что башка сейчас буквально взорвется я начал пить чтобы заглушить звуки но это только ухудшило ситуацию я повсюду начал видеть человеческие фигуры приближающиеся ко мне видел фигуры в машине людей выглядывающих из-за деревьев из-под крыльца из окон везде куда бы я не посмотрел там были тени дошло до того что я не спал несколько дней чтобы следить за ними мне нужна была медицинская помощь но я не мог ее получить потому что бросил работу потерял страховку и остался без денег я всегда мог положиться на свой разум в моменты когда я не мог никому довериться мой мозг был тем кому я всегда мог верить а теперь я чувствовал себя преданным собственным телом ужасное чувство переломным моментом было то что начал баррикадироваться ванной с пистолетом потому что на камерах наблюдения все время видел людей пытающихся вломиться ко мне в дом они перестали зловеще прятаться и начали яростно вламываться ко мне в дом и заползать в окна я просто весь день прятался в ванной и не открывая глаз следил за камерами наблюдения я плакал заливая свой страх бухлом сидел с пистолетом нацеленным на дверь ожидая когда люди ворвутся внутрь слуховые галлюцинации в этот момент были настолько громкими что я просто кричал и ставил музыку на всю катушку чтобы попытаться заглушить их в какой-то момент все стало настолько плохо что я приставил свой пистолет к виску и просто сидел так очень долго решая что делать когда я попытался нажать на курок пистолет заклинило тогда я отдал пистолет матери обратился за психиатрической помощью сейчас я плотно лечусь проходя регулярную терапию и не могу нарадоваться что мне все-таки помогли всякий раз когда я вспоминаю тот день мне становится плохо зная что я почти покончил с жизнью которую так люблю падение в это безумие было просто ужасающим смотрел как мой дедушка медленно проваливается в альцгеймер в итоге он не помнил ни моего ни своего имени со временем он становился все печальнее злее и растеряннее каждую неделю я видел как он что-то забывает постепенно он был все настороженнее все чаще путался однажды я вошел к нему в комнату а он начал кричать что его грабят за этим всем было пиздец как тяжело наблюдать у меня остались яркие воспоминания о том как он и мои дядьки спорили каждый день о политике кино и спорте когда я был мелким он мог часами рассказывать мне что-то про бейсбол в свое время дед был охуеть каким шарящим и видеть его напряженное лицо когда он пытается что-то вспомнить было очень непросто я видел его разочарование он чувствовал себя так будто он нас подводит так скучаю по нему я помню своего деда как самого сильного человека которого я когда-либо знал он пережил вторую мировую войну его брали в плен нацисты за то что он отказался им помогать он сбежал из концлагеря видел как убивают его друзей после войны он переехал в канаду с женой пятью детьми он не говорил ни слова по-английски у него не было ни денег ни жилья но он выжил потому что вот таким он был на протяжении всего детства и подросткового возраста я сидел и слушал его истории я переехал в 2006 году но все равно один или два раза в год навещал дедушку каждый раз когда я его видел он выглядел все слабее слабее в конце концов он забыл кто я такой он забыл всех нас последний раз я видел его в 2009 году на семейном праздновании рождества стеклянные глаза сидит сгорбившись в инвалидном кресле он был словно в панцире из человеческой кожи таким в итоге стал самый сильный человек который когда-либо знал он скончался в день отца в 2010 году все его дети стояли в этот момент у его кровати в конце концов он забыл кто я такой он забыл всех нас на смертном одре в последнюю ночь когда мысли мои станут преклонны надеюсь тонить что вяжет их прочно будет надежной и неуклонной не хочу чтоб трепались и рвались держащие память невзримые швы не хочу чтоб от меня отдалялись мои самые дорогие мечты не хочу чтоб резал их призрачный нож и кромсал не хочу охвататься за жизнь и все то что уже повидал желаю окончить свой путь я свободным взглянуть в лицо смерти хочу благородно хочу мир я покинуть будучи мной кануть во мрак я желаю оставшись с собой а